Если человек принимает свою судьбу, это универсальный принцип победы над судьбой. Допустим, муж бросил. Ты уже не сможешь с ним жить как раньше, потому что он тебя предал. Есть особые ситуации, когда ты не можешь не терпеть, не возвращать. Это называется пересечение красной линии. Моисей принёс эти ситуации к нам. В заповеди это означает вот эти вещи, которые меняют сознание человека полностью. Это значит, что у тебя пришла жестокая судьба, которая меняет твою веру. Для этого она пришла. Она не пришла для того, чтобы разрушить твою семью, но она будет это делать. Это называется предательство. Может человек изменить, он может отнять у тебя собственность, или опорочить тебя, или пытаться убить, отравить там, сжечь твое имущество там и так далее. Ну, предательство. И когда человек на такой путь встал, твой близкий человек, то ты не сможешь с ним уже дальше жить как раньше. И одновременно у тебя есть шанс вернуть всё, если он раскается, если он пойдёт путём раскаяния. Раскаяние означает за красную линию назад заходить. А если нет, тебе придётся жить отдельно, ставить условия, молиться за сохранение семьи и вот проходить этот путь, в котором тебе придётся принимать новую жизнь, новую судьбу. Если ты не примешь и будешь пытаться жить с человеком, который изменил, как будто ничего не произошло, ты будешь обжигать свою психику огнём унижения, который разрушит тебя как Личность. И он всё равно с тобой жить не будет, потому что униженный человек некрасивый, он теряет все достоинства, становится очень слабым. И когда человек униженный, то он не может получить удачу в жизни, он становится и неудачником. Поэтому придётся жить отдельно, ставить условия, молиться за человеком, если он раскаивается, возвращать его, несмотря на то, что не хочется возвращать предателя, а всё равно надо. Такой тяжёлый путь. Поэтому подготовка, вот жить, принимать энергию природы — это путь уже принятия. Потому что на самом деле надо знать, что только через аскезы человек может быть здоровым и счастливым в этой жизни. Все люди, у них какая формула? Как бы надо получше кушать, получше спать, комфорта побольше, и тогда ты будешь счастлив. Ты запускаешь сильный процесс старения. А вот если ты будешь аскезы делать в жизни, и тело своё благости как бы закалять, то тогда ты будешь счастливым, и долго жить, и здоровым будешь. И женщины это касается, мужчины, всех людей на земле. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Женщине просто помягче, надо с телом обращаться аккуратнее, но всё равно надо аскезть сделать. Женщины должны это делать через коллективный разум, друг к другу подбадривать. Пойдём завтра на пробежечку вместе. Она не хотела сама, думает, я не смогу одна, надо до подружки позвонить. Звонит, пойдём завтра. Так, говорит, ну ладно, отказать неудобно подружке. И потом обе думают, так тяжело идти что-то. Ну надо, потому что я обещала. Женщины, потому что психика и совести соткана, они не могут отказывать, если они обещали. Ну, подружка, имеется, не муж. Мужу даже нужно. Человек, который идёт этим путём принятия жизни уже, аскез совершает, добрые дела делает, молится, то он уже готов, давай, как бы, судьба, иди сюда, давай, навались на меня. Сама победа над судьбой означает, что ты, как бы, её удар на себя берёшь. Ты, как бы, готов. Как такой пример, очень сильно мне запал в душу. Это из прошлой войны, не с этой. Ну, может, с этой тоже есть такие, я не знаю. Ну, там взвод был молодых солдат, и они все первый раз, вот, увидели танки. Тигры ехали. А тигры — это такой танк, который в лоб вообще невозможно ни пушкой было пробить броню, ни гранаты, ничем. То есть, он просто неубиваемый. Тигры. Семь тигров на них ехало. И один паренёк молодой говорит, дайте мне все гранаты. Он собрал все гранаты, и подальше отполз, вот, от всех, чтобы на себя огонь взять. И он взорвал все семь тигров, подбил. Это исторический факт. И при этом ни одной пули, ни раны не получил, ничего. Он никогда не участвовал в сражении. Но он был очень храбрым воином. А храбрость даёт человеку мышление, правильно? Он знает, куда там сесть, что сделать, чтобы... И он победил эти все танки. Один. Все только смотрели на это чудо, как это всё происходит. Он подбил один, потом второй поехал, чтобы с ним разобраться. Он его обманул и подбил второй. И так далее. Со всеми разобрался полностью. Ничего с ним не смогли сделать. Но такому поступку предшествовала жизнь. Жизнь, в которой человек всегда брал удар на себя. Понимаете? Ну-ка, солнце ярче, брызни. Люди боятся солнца, а он идёт на солнце. Он чувствует солнечное утро. Че люди боятся мороза, а он идёт на мороз. Вот я знал, что я что-нибудь себе отморожу. Потому что для меня минус 20 это уже экстремальная температура. Я пошёл бегать всё равно. Я не жалею там щёчки даже. Ну как бы это не так много. Чуть-чуть совсем. Можи, но там был 26 пока. 26 всё-таки был? Да, но на сколько был? Минус 26 был. 24, потом 26. Какого там было? Да? Значит, это обманул у нас этот, да? Мобильник. Я бегал в Хабаровске. Минус 23. Очень сильный ветер был. Очень сильный ветер. Я когда пробежал 3 минуты, я думаю, ещё 3 минуты и всё. Но я тогда один бегал, у меня никого рядом не было. Помощник только мой, Максим, бегал за мной. Он хорошо оделся. А я плохо оделся, ещё у меня холодно было. Всё отмерзало, короче. И я ещё 3 минуты пробежал, думаю, ну я могу ещё пробежать 3 минуты. Ещё 3 минуты пробежал. И так каждые 3 минуты я думал, ещё 3 минуты. И потом, когда прошло минут 40, я понял, что я привык уже к холоду и нормальному. Я пробежал, а там сразу у нас была баня. Тут же, в этом доме, где мы бегали. Вот, в Хабаровске. И мы потом в парную легли, у меня всё отошло. У меня отмерзла нижняя губа. Там вот здесь что-то отмерзло сосок, по-моему. Вот. То ли ука, ещё что-то. И потом всё как бы оттаяло. А там не было проруби. Мы ещё тогда не купались после пробежки проруби. Вот. Это первый раз было. Второй раз в минус 23 мы бегали в Новосибирске. Я помню, когда пробежал, я в машину не мог сесть, потому что у меня ноги не сгибались. А в этот раз как-то всё сгибалось. Уже видно, я помолодел. Я же постоянно тренируюсь. Да, конечно. Нет, омолаживает всё. И холод, и жара. Просто надо правильно относиться к нему. Вы слушайте, мои хорошие. Я же это изучаю. Солнце тоже омолаживает. Надо прочищать им. Я в Израиль езжусь омолаживаться солнцем. Я сначала туда приезжаю, и первый контакт с солнцем вызывает выход токсинов. Мне плохо становится на солнце. Потом через 2 недели я уже 2 часа 5 минут при ярком солнце сильном. За 2 часа 5 минут все 5 слоёв прочищают солнце. Очень яркое солнце, сильное. И я чувствую себя отлично. Я сначала вода, потом солнце, потом опять вода. Такая практика. И я потом без головного убора на этом ярком солнце хожу, у меня всё лечится. И потом зарает счастье такое очень мощное. На полгода как минимум там ходишь. Сейчас я в Израиль уже не поеду, там война идет. Но я когда поехал, приехал в прошлый раз. Я же Богу молюсь постоянно. И я приехал в Аждот. Это 7 километров от сектора газа. Мы там остановились. И у нас был запланирован тоже такой ретрит, духовный фестиваль. Я там лекции читал. И это на Мёртвом море было. И мы 3 дня прожили там в Аждоте и поехали на этот духовный фестиваль. На следующий день, мы когда лежали в Мёртвом море, там чистили психические слои. Там, кстати, так классно. Там температура воды такая, плюс соль и плюс солнце. Вот это Володя ещё не пробовал. Там лежишь, 2,5 часа у тебя чистится солнцем все 5 слоёв, чистится водой все 5 слоёв. И это статика, токсины. И соль, очень сильный солевой раствор чистит динамику. У тебя все 3 вида энергии очищаются пассивно. Ты просто лежишь, у тебя всё само чистится. 2,5 часа в Мёртвом море, и ты всё прочистил полностью. Лёгкость такая. И мы такие там отлежались, приходим туда домой. Все, короче, все глаза квадратные такие. Война началась. И потом я видосики смотрю. И вот в том месте, где я живу, возле моря, вот как будто вид из моего гостиничества номер. Видосик показывают. Видно, сосед снял. Ходят боевики по улице и всех убивают вот так из автомата. Представляете, Господь взял меня оттуда, вывез за день до события, вывез оттуда меня. И я вот это всё не смотрел. А потом, когда я туда приехал, там был перерыв между обстрелами. Я забрал все свои вещи, там вещи оставались. И уехал в центр Израиля. А там уже обстрелов меньше было. И я продолжал купаться, на солнышке греться, там ходить. Я промаливал ситуацию, видел, что меня ничего не заденет. И просто ходил и продолжал отдыхать. Ещё две недели, пока там стреляли. А когда у нас был ретрит, я удар на себя взял. А теперь, говорю, Господь, давай. И, короче, вот за этот ретрит молитвенный, который мы проводили, шесть раз в это место обстрелы были. И те, кто с ретритом были, они слышали, как там взрываются. А у меня один мой знакомый, он взял, из окна высунулся и прямо снял, как над нами ракеты ПВО сбивает. Прямо там нашим домом летит. Вот такие вот интересные впечатления. Я прям чувствовал, как Господь защищает. Там все должны были в бомбубежище убежать. Я говорю, у меня онлайн ещё ретрит был. Я говорю, я сижу, а вы идите в бомбубежище, я буду продолжать. И они все остались со мной. Тоже получили вот этот опыт победы над собой. Как человек удар судьбы на себя берёт. Это необычный опыт защиты Бога. Когда Господь реально вот знает, ты знаешь, что с тобой ничего не будет, потому что Господь тебя защищает. Это удивительный опыт. Вот. И никакого стресса там не было, всё нормально. У меня у жены оказалась тоже железная воля просто. Мы туда в Аждот приехали. Она такая смотрит, говорит, слушай, на пляже никого нет. Пойдём купаться. Я так рада. Мне хотелось всегда, чтобы никого не было. Вот сейчас никого нет. Пойдём, покупаемся. Я говорю, так моя хорошая, обстрелы же идут. И там, смотри, там это, люди с автоматами ходят. Так они нас охраняют. Говорят, давай покупаемся уже в Тель-Авиве. Ну вообще. Вот. Ну то есть. Это не значит, что надо быть безбашенным и идти под пули. Я просто говорю, что когда люди молятся, у них есть способность побеждать судьбу, убедить опасность, преодолевать её и так далее. И Господь, как о нас позаботился, Он нам дал такое место для жизни, что там почти не стреляли. И там ещё была такая комната специально бронированная с этим, с железным окном. Вот. И рядом с морем, и мы ходили купаться там каждый день. Господь позаботился очень сильно. И нам человек просто бесплатно предоставил это жильё, потому что он понял, что мы как вот под обстрелы попали. И он просто нам дал там пожить две недели. Дожили до своего самолёта, потому что там улететь невозможно было. Всё было просто там, хаос был. Вот. И мы не стали даже менять билеты, просто подождали и полетели на своём рейс. Но мы приняли эту войну, приняли ситуацию. Я первое, что сделал, я вот свой крест принял. Я пытался сразу понять, зачем я вообще тут попал, зачем меня Господь сюда привёз в это время. И я понял. Вот тем людям, которые там находились, слушателям моих лекций, нужна была очень серьёзная психологическая поддержка. Я очень много времени с ними проводил, рассказывал, как настраиваться, как вести себя. Несколько семинаров провёл им на том, как это происходит. У меня большой опыт просто с теми слушателями моих лекций, которые в Украине остались, там под бомбёжками живут. Я знаю. Очень много людей советуются со мной, что делать в этой ситуации, как жить там и так далее. И с этой стороны, и с той стороны стараюсь всем психологическую поддержку дать. Молитва, победа над судьбой. Это тема, вот эта стресса сейчас очень актуальна в жизни. Начиная с пандемии, она очень актуальна. Тоже мы очень много людей от пандемии спасли. Тоже вот постоянно на помощи была прямая линия. Вот поэтому большой опыт, вот как принимать судьбу, это очень важная вещь, нужно обязательно делать статику, динамику, пост, учиться этому. Потому что, когда приходит стресс, то он всегда одну из трёх энергий истощает у человека. Есть вообще три состояния стресса. Есть состояние шоковое, но есть состояние страха, отчаяния и разочарования. Вот три состояния. И все эти состояния, они связаны с нехваткой одной из трёх видов энергии. Вы знаете, что у человека всего три энергии функционируют в его психическом теле? Одна энергия — это энергия, тонкая, невидимая энергия воды. Она на санскрите называется «оджас». Это энергия, знакомая в виде. Вторая энергия — это невидимая энергия воздуха. Она на санскрите называется «прана». И третья энергия — невидимая энергия солнца. Она называется на санскрите «теджас». Вот три энергии. И когда приходит жестокая судьба, она одну из этих трёх энергий начинает высушивать. И когда не хватает энергии воды, у человека возникает отчаянение, как птица в клетке бьётся. В это время очень сильная чувствительность увеличивается у человека. Он становится обидчивым, гневливым. Он не может переносить близких. Вообще ему хочется быть одному. В это время мужчин начинают выпивать часто из-за отчаяния. Отчаяние заставляют пить, выпивать. Женщины зашиваются в угол и как бы не хотят никого видеть. У них появляется такая непереносимость людей, сильная раздражительность, чувствительность, обидчивость. Они как бы в таком состоянии находятся. Второе состояние — это когда не хватает энергии праны, называется страх. Человек обезволивается. То есть у него теряется волевой импульс. Он теряет возможность заставить себя что-то делать. У него нет сил никаких, нет воли. У него теряется концентрация внимания, работоспособность теряется. Он становится очень мнительным. Он боится всего, что вокруг происходит. Это энергии праны, когда не хватает. И третье состояние — это депрессия, когда не хватает энергии солнца. Человек негативом воспринимает всё. Давайте послушаем Цоэ. Это вот состояние депрессии. Или не депрессии, а когда энергии солнца не хватает. Вот человек в стрессе находится. И он попал в вот эту ситуацию психическую, когда он не чувствует, что он может нормально жить. Он стоит возле окна и не понимает, что люди делают. Он смотрит, как солнце восходит, и не чувствует счастья от этого. Очень красиво он описывает это состояние прямо в точку. Вот именно, когда энергии солнца истощаются стрессом, человек высушивается у него. Солнце даёт счастье человеку, жизнерадостность. У женщин солнце вызывает сильную любовь к людям. У них щёчки румяные становятся, глаза горят. А у мужчины радость внутри появляется. Не радость, это энергия солнца так действует. У кого такое состояние было? Это энергия солнца выматывается. Она побеждается, это состояние с помощью поста. Если на юге, там на солнце находиться, пост, нахождение на солнце. Пост всасывает энергию солнцу. Когда жрать нечего, солнцем человек начинает питаться. И если человек постится, ему кушать не хочется, у него радость в сердце пыляет, значит, у него солнечное питание включилось. Такой весёленький ходит. А мне не хочется кушать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Значит, солнце пошло у него всасываться. Дальше с помощью бани можно тоже сначала вода, потом парная, потом опять вода. Баня тоже энергию солнца увеличивает. И солнце само. Ну, то есть, когда приходит стресс, надо разобраться, какая энергия истощается из трёх. И её пополнять. Вот, допустим, если энергии воды не хватает, у тебя отчаяние, тебе обидно, больно там. Вот. То тогда в этом случае надо в прорубь или просто в воде сидеть, в бассейне там. 28 градусов 70 минут. 27 градусов 65 минут. 26 градусов 60 минут. У нас есть на сайте торченок.ру в разделе материала есть расчёт времени аскез. Там разберётесь. Градусник в воду опустили, шкалу настроили, на 5 слоёв надо сидеть. Там цифра К5 должна быть внизу. И вот 22 градусов 40 минут. 4 градуса 4,5 минут. 0,5 градусов тоже 4,5 минут. Дальше уже организм не воспринимает разницы. Чем холоднее вода, тем больше энергии воды заходит в организм. Энергия воды означает холодная вода. Если тёплая вода, уже не энергия воды там действует, другая энергия. А? А? Да я постоянно там живу. Я сижу в проруби, а потом на лекцию. Нет, мои хорошие, мы же только пробежка. У меня так получается, что я вчера был в проруби, потому что я самолёт прилетел, меня в баню привезли, а там прорубь. Ну мы покупались, в баню попарились. До этого в Чебоксарах там на снегу лежал, потому что там прямо из балкона выход на веранду, на террасу, а там снег. Я же не мог не воспользоваться, полежал в снегу. Вот, а до этого в Чебоксарах мы были там, рядом с проруби у нас была квартира, одна минута ходьбы. Ну, каждый день ходили. Ну, мне кажется, мне уже хватит, я за восемь дней уже пять раз в проруби. Я вообще чувствую себя отлично. вот, поэтому вода, энергия воды, когда отчаяние, обида, вот у меня сейчас спокойствие глубокое внутри. Да? Энергия воды набрался, такой ледяной. И статические упражнения тоже. Вот энергию воды захватил себе в организм, ее надо усвоить, она усваивается с помощью неподвижного положения тела. Когда человек не двигается, то энергия воды всасывается и глубоко усваивается человека. Поэтому, если только с водой контактировать, то воспалительные процессы начинаются, потому что энергии воды становится много в организме. И она начинает отеки делать, всякие там воспаления. А если ты вода, а потом статика, то тогда все в балансе. Если у тебя сил нет, воли нет, это все плохо, как бы, ты такой, нет сил, у тебя все, ничего не получается в жизни. В семейной жизни холод такой, между нами стена, между нами белая вьюга, вот страх в сердце такое, ты боишься, что дальше будет. То это не хватает энергии праны. Значит, длительное движение. Прана усваивается так же, когда на снегу лежишь. Вот снег это не вода, это уже прана. И она всасывается сильно внутрь праны. Или на свежем воздухе, когда гуляешь. Но, когда ты бежишь или идешь на свежем воздухе, то одновременно и получаешь прану и всасываешь ее. Два процесса вместе совмещаются. Вот в воде, когда стоишь неподвижно, ты статическая, это нет статики, потому что вода лег, облегчает тебя. Если ты возле стенки стоишь, то ты статическое упражнение делаешь, а в воде его не сделаешь. Поэтому там разделены две практики. В воде сидеть и статику делать. А вот при движении соединены две практики. Можно и берег одновременно, и всасывать, ты как бег, он вкачивает в тебя эту энергию прану. Как насосом. У тебя стресс, допустим, стресс блокирует, а ты бежишь и пробиваешь этот блок, и вкачиваешь в себя энергию прану. И страх проходит, и легко становится внутри. Вот как эта энергия праны действует, в песне есть такая песня, которая помогает это понять, как вот энергия праны, как она действует, как она меняет сознание человека, как потом меняется жизнь. Есть песни, которая вот, и там как раз эта песня поется о ветре или о воздухе. А? А если вот этой ветер праны очень много? Ну, значит, надо другую балансировать. А как по ней он будет? Ну, если, допустим, гневаешься на всех, тогда вода. Если депрессивно она настроена, если все время недовольна всем, тогда пост. А если больно, больно, а что? Духовно, душевно. Это значит, воды не хватает. Это отчаянно называется состояние, отчаянно. Как птица в клетке бьется сердце. Значит, в воде стоять, в проруби лазить и статику делать. Вот мне нравится очень вот этот фильм «Белое солнце пустыни». Он такой классный, потому что там показывается как принимать зубу с самого начала. Так очень классно все вот это вот. То есть сначала этот Саид сидит в песке, его отрывают, он такой ему пофиг. Он такой спокойный. Вы потом спрашиваете, тебя кто закопал? Абдула. Такой без злобы, без нен. Я думаю, господи, откуда их взяли вообще? Эти мужики сидят, бинамид взорвался, шапки слетели, они вообще даже глазом не моргают. Такие как бы. Вообще так классный такой фильм, принятие полной судьбы. вообще. На катере ей сейчас должен взорваться. Ваше благородие госпожа удача. Такой поет спокойно. Потом тоже там ненамид бросили, закурил, выбросил, там взорвался, короче, потом раз поднял за руки этого Петруха, потом познакомились, подружились. Да? Классно что? Никакой злобы нет. Принятие полной судьбы, спокойствие, все спокойные. Абдулла тоже такой спокойный. Ты зачем убил моих людей? Спокойно вообще. Вот никого не убили. Все такие спокойные, все нет проблем. Вот так, когда приходит жестокая судьба, люди такими должны быть, сильными быть. Означает принимают судьбу свою, принимают. Для этого нужны силы для принятия судьбы. Слабый человек не может принять, ему нужна энергия, и он сильно тратит вот эти энергии природы, энергии воды, энергии воздуха. И надо, если тратишь, надо пополнять. Когда приходит тяжелая судьба, человек перестает что-то делать. Вот люди, допустим, делают по-моему, методичке, они там статику, динамику, пост, все делают. Пришла тяжелая судьба, человек говорит, а я все делаю, бегать не могу, что-то воли нет. Я говорю, как раз тебе бегать и надо сейчас, у тебя судьба энергии праны забирает, а ты перестал бегать, сдался, крылышки сложил, а надо наоборот сражаться. Есть такой фильм про мелких животных, которые всегда побеждают. И там есть такое животное куница. Знаете, такое мелкое животное, на мишку похоже, только очень маленькое. Такая лохматая тоже, ну как мишка, только с когтями длинные, очень маленькое животное, небольшое вот такое. И эта куница, ее даже тигр, даже лев ничего с ней не может сделать. Она очень храбрая, она бросается на всех, может порвать там медведю, как бы сцепиться в нос, как очень страшно от силы, короче, страшное дело вообще. Она очень храбрая, она вообще никого не боится. И от нее все бегают, с ней никто не связывается. Понятно? Это означает сильная энергия праны, природная, храбрость. И также судьба тоже. Человеку, у которого много энергии праны, судьба не связывается с ним, его невозможно победить. он всегда крест свой берет и пошел. И ничего с ним, как паровоз, ничего с ним не сделать. Ну, а тут он говорит, а у меня нет сил, как бы, я и не бегаю по этому. И потом все валится в жизни пошло. Стеночка с женой возникла, холод, отношения дальше, прана пошла уже, отсутствие праны, вечную жизнь, потом работы нету у меня, потому что дальше туда пошла, все отняла судьба работу, и дальше тебя все четвертуют, как бы, тебя лишают всего, что у тебя есть. А тебе надо просто длительное движение, энергию праны подкачивать и защищать всю свою жизнь, когда судьба навалилась. Понятно? Обязательно растягиваться после динамической пробежки? Ну, это уже технические моменты, но в принципе нормально, я не растягиваюсь, просто в воду залазю, вода, она расслабляет сильно, теплая, да, я сначала в теплую залазил, потом начал в холодную залазить, первый раз в холодную залез, у меня все после пробежки у меня так все скрючило аж, а сейчас ничего не скрючивает, энергия легко движется в теле, поэтому нет проблем вообще. Итак, мы с вами говорим о принятии судьбы, и эта стадия фактически заканчивается, на ней стресс, и она такая важная в жизни вообще, чтобы не попасть в стресс, надо всегда принимать судьбу, означает несколько вещей делать. Первая вещь, вот ты попонял, что жестокая судьба пришла, чистки вот эти статика, динамика, пост, чтобы не дать себя истощить, потому что одна из частей стресса, это когда ты лишаешься силы, силы природы, тебя поддержки природы лишают сначала судьбы, а потом начинает тебя уничтожать, понимаете? Чтобы уничтожить кого-то, надо сначала его измотать, судьба изматывает сначала, потом уничтожает. поэтому не дайте себя измотать, аскезы делайте, выполняйте энергией природы и все, и стресс с вами ничего не сделает. Второе, что нужно делать, что такое принятие реальности, означает, что человек должен понять, что наше представление о том, какие источники энергии или силы самые лучшие, оно абсолютно неправильно. Вот, допустим, женщину лишили мужа, она лезет к мужчинам. В это время надо прийти в себя, потому что ты какого себе мужчину найдешь? Ты подавленная, он будет подавленным. У тебя потом счастливая жизнь будет? Нет? Надо опять стать мягким пушистым, прежде чем знакомиться с кем-то. А люди лезут к людям, потому что они не понимают, что надо просто принять крест, пожить одному и просто восстановиться, прежде чем свою неправильную свою жизнь потом организовывать. Понимаете? И теряется самооценка у человека, он думает, что ему ничего не положено хорошего. Поэтому второе, что надо понять, когда приходит жестокая судьба, нужно научиться быть самодостаточным. Самодостаточность состоит из трех вещей всего. Вот все люди интуитивно, они тянутся к противоположным вещам. Человек тянется к чему? К теплу, отдыху, комфорту. А надо тянуться к холоду, движению и аскезу. Для того, чтобы получать силы. Потому что комфорт, тепло и отдых, они запирают силы. Человек, который тянется к этим вещам, он становится слабым, он теряет силы. Когда человек много валяется, ничего не делает, он теряет силы, он становится ватрушкой. А наоборот, человек, который идет в сторону аскез, он становится сильным. Вот состояние сознания, в котором человек должен жить, чтобы стресс не захватил его тоже в песенке сейчас послушаем. не ничего не не Субтитры создавал DimaTorzok